Мгновение 20 века 1906 год. Землетрясение в Сан-Франциско. Сан-Франциско. Он остановился в отеле Пелис и он буквально очаровал город. Билеты были задолго распроданы. 17 апреля, в вечер накануне катастрофы, Карузе пел в Метрополисе в опере Кармен. ПЕСНЯ Утром следующего дня город просыпался особенно медленно. Он как будто еще не мог прийти в себя после вчерашнего представления. Начинались неспешные будни. Рафаэлло Паулинелли был владельцем овощного магазина. Его дочери Кори было 6 лет. Кора Лукетти Мой отец постоянно ездил на рынок за овощами. Моя мать спросила, почему он отправляется так рано. Он сказал, что у него очень много дел. В 5.12 утра затряслась земля. Мэрион Коуэн. Я хорошо помню, как все вдруг затряслось. Как все вскочили и бросились бежать. Я помню, как мама закричала из своей комнаты, это конец света. Это было самое сильное землетрясение, когда-либо сотрясавшее современный город. Этот кошмар длился 48 секунд. Я была до смерти напугана. Все были напуганы. И все очень боялись, что будет еще одно землетрясение. Цветущий город превратился в руины. Землетрясение не пощадило и гигантскую городскую ратушу. Сила землетрясения составляла 7,9 баллов по шкале Рихтера. Его разрушительный эффект был равен мощности 6 миллионов тонн динамита. Пострадал и отель Пелис, где остановился Карузо. Он подошел к окну, открыл его и постучал себя по груди, как бы желая проверить, все ли в порядке с его голосом. Прославленный тенор в тот же день покинул город. Никто еще толком не знал, каковы последствия катастрофы. Однако трагедия еще не кончилась. Повторные толчки привели к еще большим разрушениям. Начались пожары. Люди считали, что легко справиться с огнем. Они не подозревали, что он будет полыхать 3 дня и 3 ночи. Пожарные были бессильны что-либо сделать. Прежде всего, потому что не хватало воды. Землетрясение уничтожило водопровод. Позднее писатель Джек Лондон написал пожар, бушевавший в его родном городе. Менее чем за 12 часов половина центра города была уничтожена. Пожарные пытались остановить огонь с помощью динамита. Они хотели создать из домов что-то вроде барьера на пути огня. Было взорвано много домов, но летающий в воздухе пепел попадал на другие дома. То есть, начинались новые пожары. Многие люди погибали во сне, когда на них падали стены и потолки. Спасательная команда находили выживших, но не всегда успевали им помочь. За всю жизнь я не видел столько людского горя. Помню, женщину и мальчика лет 7, их прижала обрушившаяся стена. Люди пытались помочь им выбраться, но у них ничего не получалось. А огонь уже приближался. Тогда мать взяла своего ребенка, ему было 7 лет, не больше, и начала бить его головой от ротуар. То есть, она не хотела, чтобы он сгорел заживо. Огонь бушевал несколько дней. Жителям оставалось искать убежище на холмах Сан-Франциско. Мать Кора Лукетти с детьми присоединилась к шеренге бездомных. Отец семейства так и не дал о себе знать. Сверху, с холмов, было видно, как горел город. Мы ночевали там же, на холмах. И всю ночь на нас падали тлеющие кусочки бумаги. Ошеломленный мир следил за развитием событий. Пожары вспыхивали снова и снова. Спасательные команды, продолжавшие поиски выживших, сделали чудовищное открытие. По ночам активно действовали грабители и мародеры. Если они видели на мертвой женщине кольцо, они, не задумываясь, отрубали палец. Наконец, прибыла помощь. Солдаты должны были обеспечить порядок и безопасность. Прежде всего, им предстояло избавить город от грабителей. У военных не было времени заботиться о жизни грабителей. Они их просто расстреливали, а тела бросали в огонь. Их мертвые тела бросали прямо в огонь. Спасательные команды нашли под развалинами домов 500 мертвецов. В городских парках устраивали временное захоронение жертв катастрофы. Пока мертвые не могли обрести вечный покой. Повсюду бродили собаки. Они тоже были голодные, они тоже страдали. Они чувствовали запах и в конце концов начали вырывать из земли тела мертвецов. В одном из лагерей беженцев Королу Кетти по-прежнему ждала своего отца. Однажды семья увидела в отдалении знакомый фургон, фургон их отца. Фургон приблизился, им правил кто-то другой. Моей матери стало плохо. Она сказала, я знаю, что с вашим отцом что-то случилось. Он действительно погиб. Через 10 дней после катастрофы на улицах Сан-Франциско прошел первый трамвай. Первый признак того, что город выжил. Трамвай прошел по Маркет-стрит и просигналил, как бы всему миру, что город не умер, что он вернулся к жизни. Менее чем за 10 лет жители Сан-Франциско построили новый город. В 1915 году здесь проходила всемирная ярмарка. Весь мир явился с визитом в новый город. Сейчас это страшное землетрясение кажется всего лишь тягостным воспоминанием. Но город знает, подобное землетрясение может случиться в любой момент. Продолжение следует...